Андрей, у вас серьезный соперник, и, к сожалению, это Россия, поэтому я боюсь, что бой пройдет по очкам. Вы приготовили что-нибудь для него специальное? Ну, это моя психология, то есть не оставлять это на решение о суде. То есть, безусловно, если получится закончить своего соперника в первом, втором или третьем раунде, я воспользуюсь этой возможностью. Сильный шторм не может ли намазать? Борьба, безусловно, ударная техника, безусловно, то есть серьезный соперник, и это очень важный и ответственный бой для меня. В раннем поединке, на мой взгляд, вы очень уверенно выбрали у Тайта Лазу, но судей... Люди посчитали по-другому. Именно судей. Вы подавали какую-то апелляцию? Да, не, безусловно. В Чикаго подавать нет. А это бесполезно? Я знаю тех судей, это судей, которые судили боксерские матчи, скажем так, совсем добросовестные. А есть возможность с этим бороться или нет? Да, нокаутировать надо своего соперника просто, и все. Ну, знаете, он весь бой отбивал удары лицом, и было страшно смотреть, но решение меня лично удивило. Вы сами чувствуете, что выиграли в этом бое? Какая разница, чувствую или не чувствую? Чего просто драки кулаками махать? Остается фактор, я проиграл этот бой. Мне, вы знаете, очень странно, что вы так сказали, потому что я считаю, что вы у вас победителем. Последнее интервью я смотрел на Матч ТВ, хотел бы попросить у вас прощения за некомпетентство. Все нормально, спасибо. У нас действительно, к сожалению, вот такие поводают на ТВ. Спасибо большое. Скажите, ваши планы на будущее, есть ли у вас еще, кроме пояса, цели, долго вы планируете выступать? Слушайте, ну, у меня... Выглядите вы потрясно, по-прежнему. Спасибо. У меня семья, друзья, фанаты. То есть, пока буду чувствовать силы, я буду, безусловно, тренироваться, тяжело выступать для своих болельщиков. Ну, вы очень факторный человек, у вас же постоянно в кино завод. Вы не думали попробовать дальше? У вас замечательный фильм в универсальной салоне. Когда одной папой пытаешься на нескольких стульях усидеть, не всегда получается. Ситуация такая у меня в 2009 году была, когда и бои, и боксы, то есть все свалилось. Нет, шаг за шагом. А если не секрет, дружите еще с Ван Дамом? Общаетесь? Ну, не так, чтобы я каждый день, там, день или через день созваниваемся, но при встрече, безусловно, обнимаемся и здороваемся. А когда узнали, что будет федрация на турнире в России, для вас это дополнительная мотивация? Ну, скорее, не рвяк, потому что многие будут болеть за вас, действительно. Да я знал, что мероприятие будет в России перед боем с Туевасой, поэтому своих менеджеров я просил, чтобы при каком бы то ни было исходе, я хочу драться в Москве. На первом UFC-шоу в России. Важна здесь поддержка, поддержка российских? Да, она везде важна, безусловно. Все просто пытаются предоставить, что у вас какие-то враги, я не знаю, по факту у меня, я наполовину русский, у меня жена россиянка и много друзей здесь, так что я порой не понимаю медиа, которые там пытаются что-то как-то, какие-то раздоры или распри внести между мной и российским народом. Выхватывают из какого-то, я не знаю, интервью или, я не знаю, видео, там какие-то нарезки делают и предоставляют мне в таком случае, что я ужасно, на самом деле я добрый. Андрей, это для кого не секрет, но он знает. Можете дать пару прогнозов, потому что вы же очень хорошие боксеры, действительно, Головкин-Альварес и по веткам против брошенных, как думаете? Вы знаете, я не знаю, даже боюсь, кстати, с прогнозами я не очень, поэтому я не знаю. Но безусловно, это будут интересные бои для боксеров и которые бой будут, я не знаю, наверное, вы хотите спросить также и про Конора и Хабиба? Нет, ну, вы знаете, поэтому я не знаю, предсказывать, победить сильнейший просто и все. Я хотел именно по боксу. По боксу. Первый бой Головкин-Альварес. Да, 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 да. Я видел, что Альварес в форме, но я уверен, что и Головкин тренируется не меньше, поэтому будет все очень интересно. А вы сами планируете еще выступить по боксу? По боксу? Да, нет, вы должны были. Если мои менеджеры найдут мне бой хорош по боксу, то почему нет? Боксировать мне нравится. Боксировать, да. Вам бороться не нравится, да? Ну, нравится, не нравится, но приходится, да. В боксе меньше-меньше нагрузок, мне кажется. Андрей, в заключении скажите пару слов болельщикам. Потому что я вот честно, вы сами знаете, болею только за вас. И тем людям, кто придет болеть, именно за Андреем Орландовым. Ребят, кто придет меня поддержать 15 сентября в Олимпийске, я обещаю, что я выложусь на 100% и сделаю все возможное, чтобы порадовать вас своей победой. Андрей, вам без травм и только победы. Спасибо. До конца. Спасибо, Андрей. Спасибо.